всем привет ребята сегодня у нас сборочка на дмр кару точнее не одна а сразу же много внизу вы можете видеть на полоске там где youtube типа перемотка есть тайм-коды можете на них спокойно нажимать идет там по возрастанию то есть самая фиговая сборка это единичка и так далее думаю там уже разберетесь во вторых ребята кто хочет задать мне какие-то вопросы или что-то в этом роде пишите обязательно в комментарии под этим видео ну или под любым другим главное чтобы этот комментарий всегда был новым так и чаще всего и вообще со стопроцентной гарантии вам отвечу по существу ну что ж ребята давайте тогда начнем с самой с первой сборки так сказать нюбской первое что вы ставьте ну смотрите вот это вот мрк она по идее должна вообще быть без каких-либо перков и так далее это так взял то что у меня какая-то херня выпала так вот начнем нам нужен прицел и цевьё во-первых берем покупаем процел и цевьё маунт так смотрите ребят вы можете выбрать себе x4 x8 4 сайт скоб или 8 сайт обычно я ставлю x8 потому что приближение чуть выше все-таки это дмр к самая простой и самая незыблемая что вам потребуется это снайперское измерение говорю сразу это самая дешманская сборка чисто для кого-нибудь быстренько в спину скрысить ставим понятное дело или пламя гаситель или дульный тормоз то что подавители они дорогие покупаем на аукционе просто банальную модификацию она вам обойдется в 3 она до 4000 в общем иногда вообще максимально дешево насчет магазина мы всегда берем боеголовку vp для того чтобы чувак догорал то есть в основном это как бы помогает добить чувака у которого нет анти рада что по поводу чип пада вообще обычно можно ставить стейл палет но он стоит 9 800 то есть достаточно долго также присутствует tactical харнес то есть вы быстрее будете доставать оружие с сейфа или просто его брать в руки на самом деле самое такое прикольно которое я вообще брал на него это получается импрут палет которую ускоряет скорость полета снаряда на 10 процентов и еще режет отдачу когда вы прицел в прицеле также это можно совместить бог нифига что то нифига нету хорошо со static ассистом также подходит идеально почему потому что он тоже вам режет отдачу но когда вы двигаетесь то есть влево вправо там боковые вот эти вот прицелы можно выставлять но с места вы двигаться не должны и она снижает отдачу по сути можно поставить и это это если из дешевого потом вот ручка я вам всем рекомендую всегда ставьте динамическую помощь если вы там более не менее богаты можно поставить вот такую ручку но это слишком дорого поэтому ставим просто динамическую помощь кстати можно нажать вот так вот просто убрать одну единичку и посмотреть у нас имеется дополнительные перки динамика и триангуляция вообще штука прикольная но нам нужен стабилизатор то есть увеличение скорости в ранее точки прицеливания поскольку мы сейчас рассматриваю самую дешевую берем просто динамическую помощь за 2000 главное улучшенный синий все и что мы имеем вот такой вот прекрасный дмр кара просто чисто достать попытаться кого-то убить и не побояться ее потерять давайте зайдем шутинг рэндж и посмотрим что она вообще из себя представляет также мы дойдем до сборок ребята которые использую уже я постоянно постоянно основе это 150 200 300 тысяч по сути хотя в них особого смысла нету ну в любом случае можете наблюдать ставим 40 десна проблема это дмр ки максимально дешево в том что чувак который по которому будете стрелять он будет всегда слышали девы пятерки в голову заезжают на синих патронах 53 или 26 в тело то есть по сути вам нужно произвести послед последовательных выстрелов тела четыре точнее даже но лучше всего понятное дело голова тело тело причем отдачи как таковой практически нету и есть один маленький нюанс ребята когда собираюсь вот такую сборку я обычно тупо ставлю себе сделанные патроны я вот и я люблю прикалываться 36 голову 18 в тело то есть по сути я где-то сижу крышу там себе на горе вот так вот быстрый к зажал и по красоте но почему вообще я иногда использую такие сборки точнее даже использовал то что уже ближайшие полгода и вообще не юзу потому что я играл на сие и там в основном бегали вот такие вот бомжи максимум в тройке и мне было по барабану что там брать я их просто расстреливал также можно здесь поставить x4 кстати у меня есть это x4 да так не поставлю ладно четверки заезжают в голову 53 в тело 26 тройки 78 достаточно просто ему в ножку попасть ну а остальные по сути вот двоечка по сути двоечка если попадаете в голову один раз он там уже банально догорает если вы нет брони антирадиационный слой в руку понятное дело полное дерьмо и для особо таких приколистов по сути ставим золотые патроны голову 89 а егиза их залетает спокойно и 44 в тело то есть по сути вам сразу два ну там просто три раза смысла в этом особого нет поэтому обычно ставим фиолетовый или синий но для тех кто любит поприкал у нас при это дело можно и золотые да я уже разучился стрелять с этой марки ребята лишь извиняйте а по факту вы видите она есть ладно это самая дешманская сама бомжи сборочка так приступим ко второй сборке она более не менее адекватная по сути вот это все дерьмо почти с руки продаешь вообще не париться единственно что динамическую помощь я понятное дело оставляю боеголовку в по мы продаем это стрелки это тоже продаем так ребята у нас имеется так вот это сейчас продаем теперь выбираем дмр q в которой есть взрывной огонь увеличение скорости снаряда на 50 процентов такая дмр к вам по сути может обойтись примерно давайте даже сейчас посмотрим чтобы особо так и прикалываться так в 10000 по сути да свете тут даже есть вот такие вот с пробития там немножечко в голову урона за 9000 по сути недорого что мы в нее ставим понятное дело что пусковой набор так насчет магазина по сути можно поставить и боеголовку в.п. анестезирующие боеприпасы но моя рекомендация вам будет такого смотрите здесь у нас стоит модификация в гашении вибрации то есть это уже в обязательном случае ставим подавитель с модификацией и гашением для того чтобы не было слышно откуда вы стреляете чувака блин боже ада стейбл палит как рукоятку дальше x8 уже берем не просто снайперское измерение можно поставить себе анализ слабостей для того чтобы по туловищу там попадать и сносить чуть больше урона в общем он стоит 33000 я обычно так не делаю я просто ставлю себе разрушитель брони то есть она стоит 13 500 не так уж и дорого но оно все-таки хуже поэтому мы ставим банально стрельбу по рукам очень классная вещь то есть случае чего если там чувак вас целит или вы стреляете ему в бочину вы попадет попадаете понятное дело что в руку или по конечности кстати но это уже стоит чутка подороже так что если вы хотите с более средний вариант ставьте стрельбу по рукам или разрушитель брони в крайнем случае можно поставить чисто скан статус чтоб понимать вы убили там бомжа или все-таки в чилики что-то было но сама рекомендация стрельба по рукам дальше по поводу удлиненного магазина смотрите здесь я ставим как обычно боеголовку в.п. но еще ставим ослабление боеприпаса что она делает накладывает 10 секунд слабости после выстрела в голову то есть когда вы чуваку попадаете в голову он не может спритить то есть бежать он просто пытается идти и еще он идет как-то немножечко медленнее чем обычно поэтому если вы после первого попадания в голову вам проще завалить чувака по сути берем боеголовочку в.п. и что касательно ты я понятное дело что я вам рекомендую динамическую помощь да я понимаю что можно поставить там улучшение хватки фиксатор отдачи или для тех кто любит быстро входить в прицел можно поставить и цевьё для большого пальца моя рекомендация именно динамическая помощь то что она режет вам в два раза вот это вот раскачивание прицела когда вы движетесь именно в прицеле ну что ж давайте посмотрим что из себя представляет уже вот эта вот сборочка шутинг рэндж и погнали вообще есть разные сборки множество они все имеют право на жизнь но говорю сразу возврат к там ставить или термитку особой разницы нет вообще так вот сейчас она у нас отъезжает по 40 метров ребят смотрим на синих патронов в голову 53 в тело 26 то есть по сути них нифига не изменилось но это 40 метров здесь на 40 метрах чтобы вы понимали не присутствует снижение урона от дистанции то есть по сути вот этот перк на 40 метров не работает гашение вибрации поэтому мы здесь не видим не можем видеть каких-то изменений но она уже более не менее адекватно то есть смотрите тут и присутствует у нас взрывной огонь и стейбл паллета с тоже ускорением скорости снаряда в чем вообще прикол почему вот мы вроде как крутили в нее уже почти в два раза больше а то и в три денег а урон по сути остается тем же ну потому что смотрите когда цель движется вам нужно брать упреждение постоянно при данной сборке вы можете упреждение вообще не брать просто стрелять именно само перекрестие на любую дистанцию даже 300 метров и на любой дистанции у вас будет урон воеву в голову 53 а в тело 26 то есть если вы попадаете скажем с дистанции там 300 метров чуваку в голову все он уже начинает идти медленно и вам легче прицелиться и просто добить его дважды так смотрите в чем прикол вообще вот этой вот динамической помощи видите как раз какая раскачка прицела так у нас здесь тоже динамическое нет отлично а теперь смотрите к здесь в два раза выше видите да здесь я почти нет в этом есть прикол динамической помощи так вот эта вот сборка вторая которая присутствует у нас так я могу посмотреть да как красивый она создана для того чтобы вы не брали упреждение то есть вот здесь у чего бежит вы должны ему брать упреждение примерно вот так вот для того чтобы ему попасть в голову а в данном случае можно стрелять ровно ему впереду между глаз спокойно и не напрягает то есть чувак бежит вы просто ему должны попасть перекресть все это основа плюс у вас будет насколько видите увеличенный урок по рукам то есть вы будете стрелять ему в руку 32 так 26 плюс он не сможет вам по моему нормально попасть потому что у него будет снижен разброс и отдача на 20 процентов это очень серьезно на самом деле чуваки иногда теряются у них вот так вот уходят прицелы так хорошо эту сборочку ребят разобрали она то есть вторая для того чтобы не брать упреждения по сути это то же самое что и первое но стоит в два раза дороже но смысл от нее есть на самом деле ребят так вторая сборочка которую я использую в данный момент она сейчас вот у меня в руках что мы здесь имеем то есть мы ставим здесь понятное дело что снайперское измерение взрывной огонь ну пробитие урон может ли в голову это фигня так смотрим дальше мы ставим сюда модификацию то есть смотрите этот подавитель стоит от 30 до 50 тысяч но в чем его прикол во первых вы стреляете на 300 метров у вас прилетает снаряд так же как и во второй сборке то есть мгновенно урон вообще не режется то есть какой есть такой есть и значительный урон уменьшает лечебный эффект цели на 50 процентов после нанесения удара в течение 20 секунд то есть вы зарядите типу он хельнулся у него хп совсем чуть-чуть прибавилось ахилл закончился и чувак сидит и думает и шум теперь делать дальше у нас боеголовка вп и ослабление боеприпасов то есть магазин основной тоже как и во второй сборке но он имеет право на жизнь потом что у нас по поводу чекпада ставим стейбл палет и байдель палет то есть смотрите когда вы будете стрелять у вас тряска экрана в прицеле она будет на 25 на 20 процентов меньше это тоже очень важно но единственное что вот этот прекрасный прикладик стоит на вскидочку 30 тысяч тоже но по сути он того стоит и что касательно у нас ручки вообще ставим фиксатор отдачи и не триангуляцию и не триангуляцию как здесь стоит не упали почему смотрите покупаем себе фиксатор и динамическую помощь 16000 то есть это уже довольно таки дорогая сборочка получается и вообще почему именно вот такая вот сборка почему я ее постоянно юзаю и смотрите вы сейчас на шутинг ренджи не будете видеть особо особой разницы тоже в уроне единственное что я бегаю с ней на фиолетовых патронах чтобы очень быстро укладывать пятерку смотрите ребят я не буду уводить на 40 метров потому что никакой разницы в этом нет 54 в голову и 30 в тело 27 в руку это были фиолетовые патроны 23 в тело 41 в голову а да точно извиняюсь ребята разница все таки огромная у нас снайперское измерение работает на более чем 30 метров сорян 55 в голову 29 в тело на синих патронах в руку 27 в ногу 24 но поскольку на такой сборке обычно используется фиолетовый патрон потому что сборка достаточно дорогая в голову прилетает 72 40 в тело в руку ой в ногу точнее 32 и в руку 36 то есть смысл от этой сборки есть достаточно вот просто три раза попасть по чуваку дальше смотрим у нас тряска экрана минимальная пуля всегда летит туда куда мы целимся то есть смотрите видите то есть не надо брать никакого упреждения плюс урона наносит достаточно большое количество я не рекомендую на такой дмр бегать на синих патронах урона просто нет от слова совсем короче говоря она вот эта вот сборка в себя включает буквально все те же функции как и прошлая сборочка но в ней присутствует маленький прикол за счет фиксатора отдачи вот эта вот ручка да смотрите фиксатор отдачи динамическая помощь мы можем зажимать вообще без проблем и это зависит не только от ручки это еще зависит от чекпада который уменьшает тряску экрана во время стрельбы на 20 процентов плюс вот этот вот дульняк который режет хилл тоже очень важно и в итоге если мы садимся скажем вот такие сидим и под крысить пятерочки раз и мы можем спокойно в нее разрядить полностью весь магазин только видите экран почти не трясет так что это по сути одна из таких самых вах средних сборок стоит это все дело смотрите 30 тысяч 60 вот этот магазин стоит десять тысяч семьдесят сто тысяч ну сто двадцать тысяч получается дмр но здесь довольно таки неудобно стрелять то есть в случае чего даже вот на ходу без присесть и так далее если еще и прилечь понятное дело что будет совершенно отсутствует вообще какая-то отдача и тупо из-за фиксатора отдачи насколько видите не сильно вводят я обычно стреляю вот так или сверху веду вниз или сверху ой снизу вверх ну в общем в общей сложности это достаточно дорогая сборочка но она того стоит то есть это чистый комфорт сборка максимальный комфорт и дальше ребята я вам сразу просто в руки возьму и покажу у нас еще присутствует вот такая вот сборка тоже ставим здесь projectable speed то есть скорость полета снаряда хотя нет давайте по-человечески через этот маленький прикол смотрим еще супер дорогая сборка но она скорее больше на ближняк ее стоимость примерно 300 тысяч смотрим x4 на снайперском измерении стрельба по ногам из кон статуса для того чтобы вообще понимать по кому вы стреляете модификация гашения значительно урон опять же 30 кусков и дальше идет у нас термитка и боеголовка этот магазинчик стоит давайте даже посмотрим сколько он стоит но он стоит очень дорого до 110 тысяч такой магазинчик стоит дальше у нас импульсная индукция динамическая помощь и стабилизатор то есть по сути ребята в этой сборке даже не нужен фиксатор отдачи и ну вообще здесь знаете как у меня старый приклад я не хочу его менять по сути здесь можно поставить чикпад стейбл палит и импульс палит и это как бы самая дорогая сборка я не думаю вообще что ты тут ее будут собирать из нормальных здравомыслящих да потому что с ней играть вообще бесполезно вы если будете ее брать в бой то использовать будете ее очень редко извиняюсь кофе глотну так все вообще прикол это сборка сейчас она выезжает во первых это понятно дело на x4 целим в голову получаем 80 урона в тело 40 вы скажете а что и сменилось 43 урона вновь то есть в основном это сборка для того чтобы стрельнуть в голову и куда угодно по сути я ее обычно использую на золотых патронх то есть пятерки 96 в голову и пятерка умерла то есть достаточно одного выстрела единственное что если это будет тяжик а здесь будет соединение защиты вам придется все таки стрельнуть в голову а потом еще раз в тело говорю сразу ребята этот урон вообще можно даже увеличить с выстрелом в тело там будет где-то 56 смотрите вместо стрельбы по ногам ставим анализ слабости хотя бы 15 процентов снайперское измерение дальше дуляк этот обязателен и самое дорогое и самое прекрасное это термитка боеголовка можно вообще поставить термитку возвратку но это будет вам стоить басословных денег смысла вообще никого нет здесь понятное дело как я вам говорил и импульсная индукция динамическая помощь это в основе при устойчивом выстреле то есть снизить раскачивание дробовика на 60% при АДС то есть по сути смотрите у меня прицел почти не двигается в движении и понятно дело что нет отдачи почти в общей сложности ребята если у вас возникают какие-то вопросы по этим сборкам пишите мне в комментариях я вам понятно дело что отвечу почему я поставил то почему я поставил это и так далее также следующий видосик у нас будет на м4 карабин на этот карабинчик прекрасно у нас есть сборок просто немеренно так что будем смотреть и еще один маленький нюанс для тех кто досмотрен все таки до конца ребята это в основе в основе вообще на дмр влияет один маленький факт где мы там собирали у вас стрельба по рукам вот кстати у меня есть с удара на поражение даже в основном играет большую роль именно патрона то есть вы можете поставить себе любую доступную дмр вообще вот такую даже полностью алиму которая бессмысленна максимально поставить на нее золотые патроны и уничтожать просто людей но опять же каждый выстрел вам будет обходиться 700 на фиолетовых каждый выстрел 300 и на синих понятное дело что каждый выстрел у вас будет обходиться 80 так что моя рекомендация использовать фиолетовые патроны то есть банально вот так вот ставим слот здесь один слот под патрошки и один слот под аптечку ну это конечно если вы убираете без шмоток числа крыса став но я вообще рекомендую как бы ребята вам честно рекомендую брать с собой хотя бы вот так вот калаш и просто тупо на него поставить все что угодно любой прицел и скажем там зеленые патрошки любую тишину и любую троечку но единственное что обязательно шлем с усилком чтоб вы могли дальше слышать и чтоб вы слышали хотя бы одновременно типов которые там бегут с другой стороны одновременно с ними все спасибо ребята за просмотр если что пишите в комментариях люблю вас всех до новых встреч до новых встреч